Рустам Миниханов Дети из ансамбля «Бисеринка», оказавшиеся в эпицентре теракта в Турции, вернулись в Татарстан. Организовать эвакуацию детей из атакованного террористами аэропорта, разместить их в гостинице и отправить домой в Татарстан помогла слаженная работа МИД, МЧС, полномочное представительство Татарстана в Турции, органов власти Татарстана и России. В Казани выступит мультимедиа-артист, работавший над спецэффектами к «Матрице». Концерт состоится 30 июня в рамках первого международного фестиваля «Абстракция без границ». В настоящий момент в столицу Татарстана съезжаются руководители и журналисты областных, республиканских, городских и районных средств массовой информации для участия в шестом форуме национальных и региональных СМИ. Делегатами форума станут 250 человек, сообщают организаторы. Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан создала официальный аккаунт в социальной сети Instagram. Теперь фолловеры аккаунта смогут ознакомиться с деятельностью комиссии, быть в курсе избирательных кампаний, проводимых на территории Татарстана. Представительница Татарстана Елена Бахтурова завоевала бронзовую медаль в трапе в первый день розыгрыша четвертого этапа Кубка России по стендовой стрельбе. Спортсменка в квалификации поразила 55 мишеней из 75, а в полуфинале выбила 8 из 15. 27 июня в Казанском федеральном университете стартовала международная конференция по алгебре, анализу и геометрии. 28 июня успешно прошла акция Казанского федерального университета «Ночь науки». Ученые КФУ вышли из аудитории в народ для передачи своих знаний. КОНЕЦ